Почему в России так любят парады и проводят их дважды в год, чтобы достичь двух целей? Нихуа Сюн, Сина.Чон, Китай 15 мая 2018 года 9 мая, День Победы, празднуется в России раз в год Правительство РФ проведет на Красной площади парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне После обретения независимости Россия начала проводить парад в День Победы с 1995 года И в этом году это будет уже 24-е подобное мероприятие Кроме 23-х парадов Победы было проведено 10 торжественных маршей в память о параде 7 ноября 1941 года Почему же россияне так любят парады? Военные парады проводятся не только в современной России Они часто имели место и во времена СССР Советское правительство на одной только Красной площади провело 31 парад В период с 1967 по 1990 марш проводился каждый год Парад может поднять боевой дух войск Создать праздничную атмосферу и продемонстрировать огромную боевую мощь Будучи нацией, питающей любовь к военному делу Русские тратили очень много сил как на войсковое строительство, так и на военное образование И парады были одним из самых выразительных способов это показать Несмотря на то, что широко известны именно парады времен СССР, сама традиция появилась отнюдь не в советское время Она существовала еще в Российской империи Первый военный парад был проведен во время правления императрицы Екатерины Великой Дабы увековечить подвиг Суворова, подавление восстания в Польше Она издала указ о проведении торжественного военного парада Это мероприятие стало показательным примером для многих других праздничных парадов в честь крупных побед И с тех пор для российского, а впоследствии советского правительства Смотр войск превратился в метод поднятия морального духа О парадах времен Царской России почти не осталось исторических свидетельств Так как, во-первых, это было очень давно Во-вторых, советские парады поражали людей гораздо больше Можно сказать, что парады на Красной площади, проводимые в советскую эпоху, стали для россиян синонимом парадов Хотя в регионах Советской России проводились свои праздничные марши Ни один из них рядом не стоял с теми, что проходили на Красной площади Правительство СССР на этих мероприятиях старалось показывать новое вооружение Поднимая, таким образом, боевой дух и запугивая страны НАТО Большевики впервые провели военный парад на Ходынке 7 ноября 1918 года Чтобы отпраздновать победу красных на фронте, а также первую годовщину Октябрьской революции Красная армия только-только сформировалась Однако в параде участвовали пехотные, кавалерийские дивизии, бронетехника и самолеты Самый известный парад проводился на Красной площади в 1941 году Нацистская Германия вторглась на территорию СССР и уже была на подступах к Москве Однако несмотря на это советское правительство решило все равно проводить парад Этот беспрецедентный шаг не только поднял боевой дух, но и в определенной степени заставил людей забыть о неудачах в начале войны Несметное количество солдат и офицеров после парада без колебаний посвятили себя фронту и отдали свои жизни за родину Если уж проводить военный парад в самый критический момент, то и после победы тоже 24 июня 1945 года на Красной площади прошел парад в честь победы в Великой Отечественной войне В нем участвовали герои войны, отличившиеся в бою Принимал парад маршал Жуков, на специальный помост были брошены более 200 фашистских знамен Этот парад был самым воодушевляющим, ведь победа была наконец одержана спустя 4 горестных года войны Последующие парады на Красной площади были лишь демонстрацией силы советской армии Особенно это касается брежневских времен, когда парады стали ежегодным событием Парад победы на Красной площади, который был возрожден с подачи Брежнева Прошел 9 мая 1965 года и стал устоявшейся практикой Интересно то, что смерть Леонида Ильича связана с парадом На одном из таких мероприятий, посвященном 50-й годовщине Октябрьской революции В 1982 году он, простояв на морозе несколько часов, заболел и, не оправившись, скончался через несколько дней Первые несколько лет после развала СССР Россия не проводила никаких смотров в войск из-за экономических трудностей Однако парад победы был возрожден в 1995 году для празднования 50-й годовщины победы Советского Союза в Великой Отечественной войне Он был намеренно разделен на две части Парад ветеранов на Красной площади и парад войск и военной техники на Поклонной горе Подобная организация связана с тем, что главы западных государств выступали против ведения России войны в Чечне И поэтому хотели участвовать только в параде ветеранов Стоит упомянуть и то, что до 2008 года, когда был возрожден смотр тяжелого вооружения, проводился лишь смотров войск Начиная с 2009 года, парад на Красной площади начал приближаться по своим масштабам к временам СССР Российское правительство обращает все большее внимание на важность парада победы Как с точки зрения поднятия духа, так и с точки зрения демонстрации силы Поэтому год от года это мероприятие становится все торжественнее, показываются новые виды вооружения На параде этого года также будет немало вещей, заслуживающих внимания Самыми интересными считаются наземные и воздушные беспилотные боевые платформы Говорят, что они уже сыграли большую роль при патрулировании в Сирии и Арктике, выдержав испытания реальными боевыми действиями Это говорит о том, что важные направления будущего развития российской армии – переход на беспилотники и интеллектуализация История военных парадов России насчитывает несколько сотен лет, однако именно советское наследие сделало эти мероприятия славной традицией Несмотря на то, что организация парадов – дело очень недешевое, они встречают одобрение как со стороны президента, так и со стороны народа Это значит, что героизм у русских в крови, и вполне можно называть их боевой нацией Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова